кстати к моменту публикации этого видео мой блог преодолеет планку в умопомрачительный миллион просмотров ура товарищи из предыдущих эпизодов мы узнали что у этих ну тупых американцев не было вообще ничего не керамических покрытий не межконтинентальных баллистических ракет не даже размаха фантазии чтобы попросить стэнли кубрика все это разработать мало того если мы продолжим рассуждать в том направлении куда нас уже завел уважаемый эксперт если мы одновременно с этим будем почитывать некоторые советские книжечки то мы неизбежно придем к весьма интересным выводом тут есть два варианта первый заключается в том что в ссср в то время похоже жили люди даже еще более тупые чем американцы причем все подряд начиная например от разведчиков искавших и доставлявших сведения и конструкторов космической техники которые эти сведения потом анализировали заканчивая академиками и высшим руководством читавшим доклады ответственных специалистов ведь никто из этих розовеньких поросяточек с голубенькими глазками так и не понял что меркурии это оказывается слишком маленькие и облиционной защиты там у них на боках нет но то есть советский союз оказался втянут в космическую гонку в которой кроме него других участников не было так что ли правда тут есть непонятка с тем как это но совсем тупые советские люди прошедшие вторую мировую войну и знавшие цену победы все-таки смогли создать работоспособную космическую технику как у них это получилось впрочем нет непоняток тут наберется еще как минимум пара штук прошу простить меня за уровни вложенности во первых как это так получается что американцы пошли на намеренный подлог но все равно не смогли вырваться вперед ведь бутафорию и декорации всяко проще построить чем настоящие ракеты неужели они и кино не могли снять во вторых некоторые уважаемые эксперты ссылаясь на доказательства в виде как это ни странно художественного фильма интерстеллар утверждают что космическая гонка вообще и вот лунные ее моменты в частности были нужны америке для того чтобы разорить ссср что характерно те же люди сохраняя полную серьезность на лице уже в следующем абзаце легко могут перейти на объяснение того что верхушка ссср была завалена дорогими побрякушками а страна была скуплена на корню при помощи дешевой пшеницы нефтяного кризиса кредитов и бойкота олимпиады 80 ну то есть это же так и делается да если вы хотите кого-то разорить то вы начинаете ему всячески помогать строить заводы продавать трубы и так далее тому подобное в итоге все это приводит к повышению благосостояния населения незначительно но все-таки и тем самым вы добиваетесь полного разорения вашего потенциального противника хитрый план ну да ладно хватит на непонятках давайте про второй вариант а то я его упомянул он заключается в том что тайный космический сговор ссср сша судя по всему был заключен еще до полета гагарина уже тогда американцы знали что первым в космос попадет советский человек а они сами на луну так и не попадут ну да уже тогда когда вот в космосе еще никто не побывал и было неизвестно кто же вырвется вперед в этой гонке американцы уже точно знали что это будут не они и решили подстраховаться именно поэтому известие о первом советском спутнике вызвало в америке такую панику в результате которой появилась наса дарпа тысячи термоядерных ракет минитмен некоторые из которых до сих пор нацелены на воронеж да да если кто не знал то наса это тайная всемогущая организация правящая человечеством испокон веков на самом-то деле появилась в 1958 году она вот видимо тогда и случился этот самый тайный сговор поделивший космос между двумя противоборствующими сверхдержавами или вернее случился тайный сговор элит договорившихся кормить налогоплательщиков сказками о том что есть какой-то космос и туда летают какие-то ракеты а на самом деле это все киношки снятые в киностудиях голливуда и масс-фильма мы то с вами понимаем что подобные сговоры они нужны для решения только одной единственной задачи скрыть истинную форму планеты на которой мы живем потому что если рабы вдруг внезапно узнают что земля имеет на самом деле форму тороида то они тут же бросит работу ведь если такого сговора не было то как еще можно объяснить то спокойное принятие известий об американской космонавтике которую мы наблюдаем на страницах советских книг по этой теме ведь нельзя же предположить что все это и ракеты спутники корабли что все это было на самом деле да ну фигня какая-то короче говоря куда этот клин не кинь повсюду вылезают грязные копыта плоскоземельщины а из утробно пещерного антиамериканизма неизбежно сочится махровая антисоветчина просто потому что но никак иначе не получится разоблачить ложь проклятых насовских аферистов без того чтобы не обвинить в предательстве тех советских людей благодаря которым советская космонавтика и появилась а ведь как красиво все начиналось до уважаемый эксперт всего-то навсего хотел опровергнуть лунные полеты американцев при помощи метода извините за намек глухого отрицалого на самом деле вот такой маразм это единственно возможный путь для настоящего честного последовательного луноборца отрицаешь отрицай иди до конца не останавливайся на полпути ну да ладно вступление слегка затянулось давайте уже продолжим наше схождение в бездну и тем не менее после шестисутшего полета люди чувствуются весьма скверно да все вспоминает филипченко но александр александра филипченко на самом деле зовут анатолий васильевич когда ложишься вот их достали из аппарата половину отвезли в стационар положили на койке утро встает кажется как будто ты подтяжите тело провалишься под пол невероятно трудно поднять руку ногу это после шестислуточного полета более просторном корабле а знаменитый метод вольного цитирования вырванных из контекста фраз очень удобно но все-таки хотелось бы точности подобающий случаю а то знаете всякое бывает что сам филипченко писал об окончании полета союз 7 не так сложно узнать на самом деле сейчас будет длинная цитата я ее выведу текстом и заодно зачитаю вслух справа и ниже меня волков слева и выше горбатко поздравляем друг друга с трудом протягиваем вдруг потяжелевшие руки даже борт журнал заметно прибавил в весе не успел я дотянуться до замка чтобы открыть люк лас как подоспевшие товарищей службы поиска уже опередили меня и в кабину первым врывается все тот же каргандинский ветер отвязываю систему ремней приподнимаюсь в кресле и крепкие руки встречающих подхватывают меня бережно помогая сойти на землю за мной вылезают виктор и вадим незабываемые минуты объятья поцелуи нас фотографируют просит дать автографы я посоветовал обращаясь к фотокорреспондентам да не губите вы пленку ведь мы такие бородатые что ни одна газета не напечатает ваши снимки разминаемся ноги тяжеловаты и заметно непослушны не успели попросить напиться как перед нами появляется канистра воды заботливо доставленная вертолетом к месту посадки надеваем теплую меховую одежду а я отвечая на вопрос корреспондента спросившего о самом большом желании в данный момент мечтаю сходить бы в парную да попариться в полете мы обтирались влажными салфетками предназначенными для гигиенических целей но что такое салфетка по сравнению даже самым обыкновенным душем нет не ценим и простых земных благ виктор горбатко пытается оправдать свою неловкость когда после приземления он забыв что с невесомостью уже покончено отвязался от кресла и упал на вадима посадка для него оказалась далеко не мягкой вадим не остался в долгу бей своих чужие боятся будут нам настойчиво предлагают быстрее идти в вертолет но мы должны еще совершить последние формальности кстати сказать немаловажные и я настоял на своем передадим всю документацию по описи как положено а уж тогда мы в вашем распоряжении завершающая процедура передачи документов и корабля заняла немного времени и вот юркий вертолет взвихрив снежную пыль отрывается от земли и берет курс на караганду вглядываясь в лица своих товарищей по работе в космосе виктор пытается о чем-то говорить с одним из врачей улыбается и поднимает большой палец правой руки вадим слегка побледнел его покачивает переход от невесомости к условиям земного тяготения вызвал у него вестибулярные расстройства но он держится молодцом борт инженер вертолета заметив руках у волкова карту звездного неба который он пользовался в полете показывает жестами подари на память с автографом мы переглянулись и пишем экипажу вертолета встретившему нас первыми на земле от экипажа космического корабля союз 7 филипченко волков горбатко через некоторое время приземляемся на карагандинском аэродроме нас подвозят гостиницы первым делом медосмотр и когда я лег на кровать вокруг которой сгрудились люди в белых халатах мне показалось что она не выдержит веса моего тела проломится подо мной я чувствовал себя как бы налитым свинцом просто поднять руку стоило немалых усилий вот что значит переход от невесомости к зимным условиям полет кстати был не 6 суточный а 5 суточный продолжался он 4 дня 22 часа 40 минут и даже 23 секунды и все перечисленное это на самом деле адаптационные эффекты то есть перестройка вестибулярки возвращение тонуса мышц уже тело опять нужно поддерживать на на весу и все такое прочее то есть есть любители утверждать что в невесомости чуть ли не молниеносно развивается какая там атрофия мышц мог попал в космос и все сдулся но так не бывает то есть когда спортсмен отказывается от тренировок он да он теряет форму но не на следующий день не через неделю даже не через две недели на это нужно время постепенно вы вот растеряете было и величие это да но начало этого процесса можно зафиксировать только какими-то очень точными очень тонкими экспериментами сравнивая количество выводимого азота там кальций вот это все то что американцы кстати поймали в своих этих опытах на джемине еще там до фиксировались эти явления начальная их стадия в любом случае смысл слов космонавта филипченко поразительным образом отличается от того что нам хочет сообщить уважаемый эксперт и как это так могло получиться интересно дальше есть снимок опять же в той обоиме снимку которая предоставил там наши леонова кубаса ну да да редкое опровержение обходится без этого снимка он взят из книги триумф и трагедия советской космонавтики иосифа викторовича давыдова если мы внимательно присмотримся к этой мутной картинки на которой почти что ничего не видно но все-таки попытаться можно то заметим что лежащий космонавт почему-то больше похож не на леонова или кубасова а странным образом на севастьянова который летал не в союзе девятнадцатом а в союзе восемнадцатом это был другой полет с другими задачами другой продолжительностью ну как такое возможно но неужели давыдов писавший свою книгу в конце девяностых мог что-то напутать и неправильно атрибутировать этот снимок да нет это совершенно невозможно если вы давно и с нетерпением уже гадаете о том будут ли у уважаемого эксперта какие собственные оригинальные идеи а не только тупое повторение почкотни а и попова сотоварищей и путаница с именами и числами то я вас заверяю все будет нужно только немножечко подождать после 60-суточного полета совместно якобы с американцами якобы 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 то есть советская космонавтика по крайней мере в одном случае тоже была фиктивной какой неожиданный вывод кто бы мог подумать что мы к нему придем да давайте посмотрим на других советских космонавтов которые валяются без чувств валяются на носилках сразу после приземления вот например экипаж союза t3 снимок взят как ни странно из той же книги давыдова стрекалов там где-то за кадром а здесь мы видим макарова и кизима более 12 суток в невесомости и тут сами и конечно придерживают за ручки ну так для подстраховки чтобы они не упали или может быть чтобы не убежали не знаю но идут сами да это кстати не единственный пример но пока не будем забегать вперед и к полету союза аполлон мы тоже еще вернемся лежат на носилках а те ребята прыгают после 900 полета соответственно люди просто были не в курсе как должен чувствовать себя человек после хотя бы шестидневного пребывания на орбите рискну предположить что космонавты лежат на носилках или сидят в креслах как сегодня для того чтобы врачам было бы удобнее проводить осмотр как вариант нет не катит ну ладно хорошо локтюхин а чё-то нам не показываешь тех ребят которые прыгают мы тоже хотим посмотреть но покажи покажи как они прыгают а чё не показываешь то а я знаю почему ты их сам не видел ты просто поверил тебе сказали что они прыгают и ты поверил а теперь мы должны поверить тебе ведь ты бывший ракетчик лично я вот как не искал так и не нашел видео с астронавтами которые прыгали бы как огурчики фигурально выражаясь а как именно эта фотография доказывает что американцы прыгали лично я на этом снимке вижу человека готового в изнеможении упасть в резиновую лодку он устал и измотан но явно рад возвращению от него скорее всего плохо пахнет хотя на фотографии этого и не видно и он скорее всего очень хочет под горячий душ и что самое интересное этот снимок это возвращение джемини 5 они отлетали около 8 суток там и локтюхин я понимаю в силу возраста ты уже путаешь там имена фамилии цифры и даты но все-таки зачем иллюстрировать рассказ про союз аполлон фотографии от джемини 5 тебе не кажется что это как-то ну слишком нет или ты работаешь по принципу наваливай побольше авось не отмоются они просто не знали об этом поэтому не знали что имитировать а теперь давайте вспомним про космонавтов корабля союз 7 и посмотрим на то как они бодро как огурчики выскакивают из вертолета смотрите какие они радостные улыбаются они не знали что имитировать не летали или вот космонавты союза восьмого летавшего вместе шестым и седьмым примерно столько же времени выходят из вертолета который довез их до той же самой гостиницы которая упоминалась в длинной цитате в начале этого эпизода давайте сравним их вид с одной известной фотографией ничего не замечаете тут конечно можно заявить что все это постановка снята в другое время в другом месте и вообще не космонавты а просто похожие на них актеры но если так тогда чем советская космонавтика отличается от просто кино ничем насчет того кто там чё знал или не знал насколько я понимаю наличие меток рассекречено на документах с результатами в частности биомедицинских опытов американцы ну скажем так не очень спешили с публикации этих данных и не поэтому ли в ссср решили побить рекорд и резко увеличить продолжительность полетов с прежних пяти суток до аж сразу 18 без похоже должной подготовки и какого-то реального понимания всех последствий ну то есть партия сказала надо и в итоге чуть не получили два трупа иными словами утверждение конспирологов о том что только в ссср знали об опасностях длительного пребывания человека в невесомости в дребезги разбиваются советским же опытом длительного пребывания человека в невесомости потому что если бы врачи знали о тех последствиях которые ожидают космонавтов то почему эффект николаева другого николаева почему эффект имени андриана николаева стал для них таким большим сюрпризом если они были к нему готовы то почему они оказались к нему не готовы как так американцы же действовали хитро они засекретили свои исследования а в новостях показывали улыбающихся и машущих рукой астронавтов бледневших и практически терявших сознание уже где-то за кадром во время медицинских тестов а наши никогда не сообщали реальные искать положение дел как космонавты себя чувствовали после поля самочувствие космонавтов нормальная самочувствие космонавтов отличное ну вот и сам лактюхин подтверждает что наивные советские поросятки ничего не знали о разрушительном действии невесомости и следили за успехами американской космонавтики исключительно методом чтения газет а еще был полет союз-9 севастяна николаев они там провели почти 18 суток после там 14 что ли суток или даже после 17 они сказали у нас еще есть продукты позвольте нам еще полетать мы чувствуемся великолепно 50 и рассказали нет спускайтесь еще можно вспомнить что и николаев и севастьянов оба курили о чем есть запись в дневниках каманина а астронавты джемини 7 нет разумеется советским космонавтом никто бы не разрешил протащить курева на борт а это значит что в течение всего полета они были лишены возможности удовлетворить свою пагубную привычку а что происходит с курильщиком в таких условиях а у него проявляется синдром отмены кроме того советские космонавты были хоть и на чуть-чуть но все-таки постарше астронавтов джемини 7 кроме того продолжительность полета джемини 7 было все-таки поменьше чем у советских космонавтов кроме того американцы не забивали на физкультуру рапортуя а и без того хорошем самочувствии кроме того они дышали чистым кислородом хоть и под низким абсолютным давлением но численно она все-таки повыше чем парциальное давление кислорода в воздухе которым дышали советские космонавты в том числе и во время приземления если мы просуммируем все эти факторы и еще наверняка найдутся какие-нибудь если поискать то нет ничего странного в том что американцы чувствовали себя все-таки получше чем советские космонавты но вот что-то мне подсказывает что нету здесь ничего загадочного после этого николай вообще был списан получил фарт дам был такое где-то примерно через год после приземления то есть вовсе не сразу а когда между двумя событиями есть такой большой временной промежуток то причинно-следственная связь начинает больше напоминать какой-то знаете известный анекдот про смертельно опасные огурцы если не знаете напомню что люди хоть раз в жизни евшие огурцы однажды умрут какой ужас севастьянов то например никакой инфаркта не получил и летал потом еще а севастьяна все-таки еще слетал но они представляли собой жалкое зрелище просто вообще николаев лежал еле севастьянов к нему полз по полу вертолета и опять пересказ книжки попова ну что ты будешь делать а ну ладно ладно там приводятся слова вроде бы как самого севастьянова но есть нюанс потому что их первоисточник остается загадкой я честно пытался найти что это такое было интервью мемуары новостная заметка или может быть то телепередача которую сам севастьянов вел на советском телевидении как он там называлась человек земля вселенная как-то так я ее даже смотрел настолько я старый но все мои поиски не принесли ровным счетом ничего что называется сокрушительная фиаско то есть обнаружилось только масса перепечаток перепечаток иногда еще закольцованными ссылками то есть говорил севастьянов такие слова писал может быть где-нибудь а может быть это придуманная цитата ну непонятно в любом случае получается так что вот тут мы читаем о том как космонавтом было ой так плохо знать на четвереньках путь все синие сознание теряю там глаза из орбит повылезали кишечник вывалился пена ртом пошла ой вот всему этому верим и распространяем на всю космонавтику мол если нет такой клинической картины значит в космос не летал а потом мы читаем слова каманина о том что он чуть ли не на следующий день после приземления космонавтов играет с ними в теннис практически на равных и не верим но мало ли что там какой-то каманин понаписал да кто он такой супротив цитаты неизвестного происхождения кстати о севастьянове он же книгу написал называется дневник над облаками о своем втором космическом полете уже упоминавшимся выше союз-18 продолжительность экспедиция 62 дня и космонавты и по большей части работали на орбитальной станции салют 4 вот что пишет сам виталий иванович эту последнюю запись я сделал за 11 с половиной часов до приземления я упоминаю в ней что меня разволновал разговор с андрианом николаевом он разговаривал с нами из центра управления полетом говорил что все средства поиска и встречи подготовлены и напоминал обращаясь к опыту нашего совместного полета ты помнишь виталий как вести себя на участке спуска и после приземления он советовал не спешить не делать резких движений на этот раз мы долго пробыли в невесомости и у нас были опасения что приземлившись мы будем чувствовать себя плохо поэтому андриан и успокаивал нас дескать все будет в порядке нормально и в то же время он предостерегал не делайте резких движений из корабля сами не вылезайте вам помогут и я признаюсь сразу представил как нас выносят из корабля на носилках правда мы помнили что американские астронавты джеральд карр эдвард гибсон и уильям паук которые более 80 суток находились на борту орбитальной станции sky lab после приводнения прошли по палубе авианосца но суть то в том что люк их аполлона был открыт не менее чем через час после посадки пока их выловили в океане да подняли на палубу авианосца а мы вышли из корабля уже через 10 минут после посадки вышли и чувствуем все в порядке тяжело конечно страшно тяжело гравитация давит даже опускаешь глаза не вдавила ли она тебя по колено в землю и как будто кто-то сидит на тебе верхом такое ощущение но носилки то не понадобились сами вышли из корабля начали ходить и только день на шестой держать за стуле там хотя перед собой стул вот такой вывод а сейчас я процитирую уж извините без цитат тут не обойтись другого автора доктора медицинских наук иван ивановича касьяна в сборнике первопроходцы космоса андриан николаев приведена его статья под названием записки космического врача в ней он пишет следующее цитата спускаясь по трапу самолета андриан григорьевич двигался медленно придерживаясь за поручни широко расставляя ноги однако несмотря на это он смог самостоятельно подняться по лестнице на третий этаж через сутки после приземления походка у него все еще была неуверенной словам касьяна я доверяю несколько больше чем словам лактюхина хотя бы по той простой причине что лактюхин бывший ракетчик а иван иванович касьян врач центр подготовки космонавтов сотрудник государственного научно-исследовательского испытательного института авиационной и космической медицины и один из что называется основоположников и первопроходцев космической медицины вообще в числе прочего с не менее весомыми соавторами он написал книгу невесомость медико-биологические исследования москва издательство медицина 1974 год и там есть глава под названием некоторые результаты медико-биологических исследований выполненных по программе джемини и аполлон и никаких сомнений в их реальности в адекватности и полноте предоставленных данных у авторов этой книги нет но наверное они все дураки и продажные сволочи один лактюхин молодец вместе с поповом у которого он и понабрался этой дряни позвольте себе привести несколько цитат кабины кораблей джемини были малы по объему и космонавты имели ограниченные возможности для перемещений в то же время кабины кораблей аполлон были более обширны и космонавты много перемещались и занимались физическими упражнениями первые сведения о том что переход от невесомости к земной гравитации является процессом достаточно трудным появились уже после первых орбитальных полетов у космонавтов летавших по программе меркурий наблюдались выраженные признаки снижения ортостатической устойчивости которые сохранялись в течение 19 часов после полета учитывая это в программу предполетных и после полетных исследований включили специальные исследования для определения ортостатической устойчивости дело в том что по ряду показателей направленность изменений показателей сердечно-сосудистой системы одинаково как при ортостатическом воздействии так и в условиях невесомости отсюда возможно с известной долей вероятности прогнозирование развития ортостатической несостоятельности у космонавтов в условиях космического полета на этом моменте мы временно попрощаемся с героем нашего расследования и будем считать что его усердная попытка пересказать писанину попова это всего лишь разминка перед нанесением мощнейшего сокрушительного удара в самое сердце гидры мировой закулисы ну а будет ли нанесен этот удар из какой силы он будет нанесен после столь могучего замаха мы узнаем уже в следующих эпизодах оставайтесь на канале ну и до скорых встреч